Здравствуйте! Нам 85 регионов не нужно, так сказал вице-премьер Марат Хуснулин и предложил объединить крупные с мелкими, при этом привел в пример Хабаровский край и еврейскую автономную область. А ведь мы это уже проходили и сравнительно недавно, в конце 20 века. Но регулярно возвращаемся к этой теме. Почему? Давайте обсудим. У нас в студии Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики. Здравствуйте! Здравствуйте! И Дмитрий Ноженко, председатель регионального общественного движения «Верю в Хабаровск». Здравствуйте! Во-первых, напомню, что еврейская автономная область была выделена из состава Хабаровского края буквально в конце 90-х годов, 91-93-й, согласно тогда новой принятой Конституции. И если сейчас ее объединять с Хабаровским краем, то нам снова придется Конституцию переписывать, потому что в 65-й ее статье под названием «Федеративное устройство» все регионы поименованы так, как они звучат на сей момент. Еще из истории. Когда у нас стало 85 регионов? В 2014 году, после присоединения Крыма и Севастополя, город федерального значения. А до этого у нас их было 83, а еще раньше 89. Таким образом, так или иначе, но государство наше федеративно, регионально как-то еще перекраивается. Чем это вызвано, на ваш взгляд? Экономическими, административными причинами, еще чем-то? Амбициями губернаторов? Я думаю, что это не связано ни с амбициями губернаторов, ни с какими-то причинами, которые носят искусственный характер. Это, наверное, отражение той жизненной ситуации, в которой находится тот или иной регион. А если посмотреть еще немножечко раньше, то у нас была Дальневосточная республика в 2020-2022 году, а Приморский и Хабаровский край были объединены в один период времени. А если взять еще времена российского государства, когда генерал-губернатором был Николай Николаевич Муравьев-Амурского, то вообще один регион распространялся и включал в себя не только земли Хабаровского, Приморского и Амурской области, а еще больше был огромный восточный край. То есть это связано, наверное, с причинами, которые не должны и не могут носить искусственный характер, потому что территория, которая занимает практически больше 30% территории всего российского государства, а по численности меньше города Москвы, у нас всего 8 миллионов на Дальнем Востоке, и стремление людей к такому более компактному проживанию, обусловленными тем условиями, очень сложными, но очень интересными, в котором на сегодняшний день мы живем. Но при этом об искусственном объединении или о каких-то вещах сугубо административных или каких-то насильственных способах, я так образно скажу, объединения или укропнения, этот вопрос не стоит. То есть экономика? Экономика и желание людей. Люди должны стремиться или стремятся к тому, где жить лучше. И мне в этой ситуации нравится позиция Михаила Владимировича Дегтярева, которая говорит, что не надо никого объединять, не нужно никого принуждать или насильно уговаривать. Это вопрос как в становлении семейных отношений. Мы должны друг другу понравиться, и у второй половинки или какой-то другой, других территорий, и у людей других территорий, должно появиться желание прийти и жить вместе. Другие все способы объединения, они на самом деле будут носить искусственный характер. А где искусственный характер, там негатив. А негатив нам в данной ситуации не нужен. Но тем не менее, вы привели совершенно экономические причины. Я Андрея Александровича поддерживаю в том отношении, что с точки зрения психологической, какой-то идеологической, это должно быть как в семье. То есть субъекты друг к другу близки, у них есть общие какие-то связи экономические, политические, образовательные. Ну, а мы, например, с еврейской автономной областью близки, да, и географически. Ну, мы уже развелись. И мостами. Ну, вот логика такая, сейчас объясню. Но есть еще и более активная позиция, вот восприятие укрупнения регионов. Это региональный эгоизм или региональное самолюбие? То есть если регион видит один и второй население этого региона, видит, что они могут стать сильнее, они объединяются. А они могут стать сильнее? Кожемяка, Олег Кожемяка сделал это, объединяет там Камчатский край. А могут ли стать не сильнее? Конечно. То есть Хабаровский край и еврейская автономная область, соединившись, если бы это произошло, и эта процедура, она преодолимая. То есть эта процедура в Конституции прописана, она не такая сложная, вот как можно на первый взгляд показаться. Так вот, объединившись, мы бы получили что? Мы открываем стратегию Хабаровского края 2008 года, которую еще Виктор Иванович писал, Ишаев. И там видно проблема, скудность пахотных и, ну, то есть сельскохозяйственных земель, которые можно ввести в вороборот. Хабаровский край пополняет этот фактор и имеет большее количество... Все это сельскохозяйственные земли. Имеет большее количество экономических разворотов для сельского хозяйства. Первый момент. Второй момент. Мы объединяем инфраструктуры, ну, с учетом того, что, опять же, я подержу здесь Михаила Владимировича Дегтярева, он говорит, глобальный сухой порт, Хабаровский край, мост Тунзян-Нижнеленинская находится на территории ЕАО. Вход с Байкало-Амурской магистрали на Транссиб осуществляется на территории Еврейской автономной области через Волочаевку-2. Мы усилимся как... Мы, оба субъекта, усилимся как единый большой регион, в котором получим дополнительные мощности сельскохозяйственные, как Хабаровский край, что-то отдадим, какие-то возможности отдадим еврейской автономной области и действительно станем глобальным сухим портом, который никак нельзя объехать, обойти, облететь, проехать на поезде для всего Дальнего Востока. А если мы еще и запустим Большой Уссурийский, вот это дайте мне сказать, Большой Уссурийский запустим, закольцуем его, например, то есть тот мостовой переход, который есть, потом пополнили там, выдохнули за счет того, что пополнили бюджетные средства, и замкнулись, например, на еврейскую автономную область, которая стала там объединенным Хабаровским краем, такое прекрасное кольцо логистическое с выходами в разные стороны на Приморье, на Читу, ну, соответственно, Московский регион. Я убежден, что это было бы сильно. Плюс это было бы сильно и психологически. Плюс это были бы еще, вот последний момент, важный, это были бы еще и экономические эффекты в плане экономии на содержание административных аппаратов. Следственный комитет, как мощное, да, федеральное силовое ведомство, не случайно выстраивает сейчас политику так, что это единое управление. Они, наверное, не глупые управления. Детационен на 30% или около того, да, еврейская автономная область на 80%. При этом еврейская автономная область получает как отдельный регион трансфер из федерального бюджета. Если она вольется в Хабаровский край, Хабаровский край будет из своего бюджета давать ей эти самые дотации, то есть федеральных денег она как таковая лишится. То есть это будет еще один муниципалитет. Это для нее хорошо? Знаете, я бы вот немножко... Я понимаю, что сейчас нашу передачу смотрят и жители еврейской автономной области, субъекта Российской Федерации. И, наверное, для них может быть не совсем понятен вопрос, почему мы с точки зрения тематики передачи укропнения регионов Дальнего Востока говорим только о Хабаровском крае и еврейской автономной области. Ну, потому что этот пример был приведен, и он такой вечно спорный и очевидный. Вы знаете, в этой ситуации вот все, что сказал Дмитрий с точки зрения экономики, должно быть волеизъявлением людей. Когда люди поймут о том, что в том или ином субъекте Российской Федерации или объединение позволит им жить чуть-чуть лучше, поменьше времени добираться до больницы, или побольше заниматься сельхозпроизводством, или объединение с тем или иным регионом позволит людям хоть на чуть-чуть жить лучше, а для этого нужно им объяснять, рассказывать, показывать плюсы и минусы, тогда, наверное, нам не надо будет обсуждать это с точки зрения телевизионных передач, с точки зрения разговоров об каких-то административных вещах, а просто спросить у людей, и они сами увидят. Потому что вот есть же определенные вещи, которые сегодня показывают, что тем или иным жителям, вот жителям города Хабаровска, определенной его части, интересно ездить на дачу в Еврейскую автономную область с ведением моста. Жителям Еврейской автономной области иногда лучше ездить в краевую больницу Хабаровска с близлежащих поселков, потому что это не объединение какое-то, это просто жизнь, когда людям вместе в той или иной территории жить интересно в одной хорошей, замечательной стране России. Мы же, когда едем отдыхать в Приморский край, мы можем долго обсуждать идентичность, разность людей, разность характеров, но когда мы вместе и когда нам интересно, нам административный ресурс, он нужен с точки зрения понимания, но объединение происходит не на... свадьба происходит не только на волеизъявлений родителей и запретах, но и на желании двух сторон быть вместе. Но там еще есть брачный договор, в котором прописываются обязанности сторон. Во-первых, не всегда брачный договор, сейчас заключается брачный... Я пытаюсь уйти от этой аналогии, но если уж на то пошло, то там тоже экономика. Посмотрите, у нас еще идет укрупнение разговора, а давайте посмотрим еще, какая идет дискуссия сегодня об объединении некоторых районов Хабаровского края, которые вроде в границах находим, а сегодня идет дискуссия... И тем не менее спорят. Это нормально, люди это обсуждают. И идет большая дискуссия, зачем нам в районных центрах, например, города со своими органами исполнительной власти. Есть положительные примеры яркие. Николаевск на Амуре, Николаевский район, где один способ управления, где нет сегодня мэра столичного города, да, есть и глава района, который одновременно управляет городом. Но есть и другие территории, например, Амурский район, где есть мэрия и избранные мэры, свои депутаты. Так может быть сделать сильнее муниципалитеты? И дело не в глобальном таком разделении. То есть у нас есть уже Дальневосточно-федеральный округ, а у нас есть Хабаровский край. Пусть будут сильными муниципалитетами. Мы с вами говорим, мы говорим об юридическом объединении или о фактическом. Я больше сейчас говорю, мы можем заставить людей быть счастливыми. Да, есть такой тезис. Когда мы сначала все объединим административно, а есть когда люди за счет интеграции, за счет совместной экономики, за счет совместного развития сами приходят к тому, что им друг без друга жить уже невозможно. А организационно это упаковать? Один ли это регион, конфедерация ли, субъект ли? Это само по себе будет. Я все-таки сторонник того, что жизнь должна приводить нас к тому, совместная жизнь, к приходу о необходимости объединения, заключения тех или иных контрактов, объединения бюджетов и превращения в один или несколько субъектов. А не сначала мы все объединим, а потом будем мотивировать людей. Это вопрос будущего, да? Мое мнение, я Андрей Александрович не могу перебивать, потому что я очень сильно его уважаю. Мое мнение такое, что настоящие браки, они все-таки без брачного контракта. И на небесах. Вот первый момент. И Андрей Александрович абсолютно правильно говорит в отношении того, что это, ну какая-то интеграция такая, изнутри должна происходить. Но я все равно хочу вернуться к этому региональному, в хорошем смысле слова, эгоизму и тому, что нам нужно усиливать Хабаровский край, который когда-то был лидером Дальневосточного федерального региона, про который вы говорите, по всем параметрам, по году жилья и тому подобное. А что значит когда-то? У меня вообще философия, и где я там столица? Если мы будем так себя вести, так оно и будет. Так вот, а где сейчас происходит, например, тот же ВФ? Куда и обоснованно или не обоснованно в рамках конъюнктуры или не конъюнктуры был перенесен административный центр, где располагается Дальневосточный федеральный университет. Поэтому я все-таки основываюсь на том, что сердцами мы с еврейской автономной областью близки. Действительно, многие достаточно часто пользуются медицинскими учреждениями, образовательными именно на территории Хабаровска. И мы могли друг друга бы наполнить какими-то большими смыслами, и создать какую-то новую историю внутри Российской Федерации, и плюс под эту историю реализовать амбициозные проекты. И выйти в конкуренции регионов, вы можете соглашаться с этим, нет, выйти в конкуренции регионов Дальнего Востока на первое место. Нам нужно вернуть свои позиции. Нам нужно вернуть гордость, про которую говорит Михаил Владимирович. То есть укропнением мы сможем это сделать? Ну, это реализуемая процедура. Кожемяк ее реализовал в Камчатском крае. По территории России это было порядка пяти объединений субъектов, и они прошли все благополучно. Вот в этом вопросе я абсолютно согласен. То есть, опять же, на добровольных основах. Хабаровский край – лучшая территория Дальневосточного федерального округа. Наша задача предстоит решить все вместе. Она достаточно амбициозная, но она реально реализуемая. О том, что помимо возвращения былых столичных амбиций, которые там искусственно или не искусственно мы немножечко потеряли, мы все равно являемся географическим, юридическим, да и зачастую экономическим центром Дальнего Востока. И все вместе мы должны сделать так, чтобы все близлежащие территории захотели прийти к нам и попроситься в одну большую семью жителей Хабаровского края, потому что здесь жить интереснее, лучше. И тогда Хабаровский край, как действительный центр, как действительный вообще центр Дальнего Востока, согласится, потому что вместе нам жить интереснее, и примет всех в свою дружную семью. Это может быть мечты, но это вещь, которая абсолютно может быть достигнута, достигнута достаточно эволюционным путем, а не какими революциями, искусственными произведениями, за счет только того, что мы здесь молодцы все, 1 миллион 300 тысяч жителей Хабаровского края, мы все молодцы, и хотим, чтобы наш край был самым лучшим, к этому все вместе будем стремиться, а все остальные увидят и скажут, хотим к вам, и тогда можно объединить и заключать как контракты на небесах, так и на земле. То есть пока нет? София, подождите секундочку. Пока трудно, пока трудно добровольно. Андрей Александрович, я дополню вашу идеологию, да, ну вы человек с правильными идеологиями, я дополню практическое составляющее. Мы объединяемся, например, с еврейской автономной областью. Мы за счет этого получаем дополнительные ресурсы, студенческие, образовательные, в рамках одного субъекта ими управлять проще. И мы, например, выстраиваем такую цель, как сформировать на территории Хабаровского края опорный, ну а еще более амбициозно, федеральный университет номер 2, да, помимо ДВФУ. Ну, со статусом федерального университета. Почему? Потому что у нас нажалась кнопка, произошла перезагрузка региона, и нам надо усиливать те институты, например, на линии образования. Первый момент. Второй момент. Мы объединились. Соответственно, Минтранс Хабаровского края теперь управляет не только теми территориями, где происходит, ну, где находится Бакаламурская магистраль, Транссиб, автомобильные дороги. Это теперь и территория управления пунктом пропуска с Китайской Народной Республикой. Это территория управления той сетью дорожной, которая сформирована там. Укрупнение, как в бизнесе, если оно трезвое, и тем более оно исторически зреет, оно всегда плюс, оно всегда создает больше возможностей. И это вот я просто начертил сейчас на формате, например, образования и транспорт. Этих форматов их много. И я думаю, что наши отраслевые министерства усилятся, потому что будет больше возможностей у того же сельского хозяйства. Мы можем больше создавать интеграционных процессов между отраслями экономики и за счет этого получать ту лидирующую роль, за которую борется, я так понимаю, и наш глава региона, и за которую, я думаю, борется каждый в сознании и в действиях из нас. Ну, и Андрей Александрович в том числе. Просто мы немножечко сегодня, наверное, правда не две в нашей дискуссии, правда одна. С точки зрения идеологической и экономической, весь вопрос о начале этого пути и способы достижения этой цели. Потому что, ну, исторически, географически, жизненно нам друг без друга не жить на Дальнем Востоке. Нас не так много здесь на территории. Вот смотрите, мы уже, я даже посчитаю по пальцу, мы уже четвертый раз подходим к теме демографической. Нас просто здесь мало. И с другой стороны, если у нас будет пятикомнатная квартира, но при этом порядок будет где-нибудь там на кухне и в чулане, это будет не очень хорошо. Зачем нам тогда эта пятикомнатная квартира? Софья, вы знаете... Тогда нам должно хватить мощи и сил навести порядок во всех этих комнатах. Да, да. Ну, я на самом деле предлагаю вообще не комплексовать по поводу того, что мало, потому что у меня есть ощущение, что, например, там Индия, большая страна с большим количеством населения, в какую они попали передрягу вот в коронавирусный этот период, да, сжигаемые трупы и весь этот ужас, да, и Чопорная Англия, где значительно меньше людей, но они вот как-то исторически сложилось, управляют своей территорией, влияют на мир, создают какие-то продукты, которые попадают, в том числе, и к нам. Поэтому то, что нас мало, это не страшно. Главное, наше качество. Ум, воля, трудолюбие и все остальное. А если нас станет чуть больше, и мы действительно из пятикомнатной квартиры сделаем что-то такое уникальное, и от этого выиграют все, к этому надо стремиться. Мы помним эту историю, мы сейчас об этом говорим, у того, что нас мало, действительно есть много преимуществ, потому что нас мало, мы эффективней, мы трудолюбивы, мы имеем больше компетенций. Да, с нами легче договориться. Нам не надо ждать 10 человек, чтобы навести порядок в пятикомнатной квартире, и, как это некоторым жителям другой территории, я убираю только свой участок. У нас два человека могут навести порядок в этой квартире. Поэтому наши люди, которые, к сожалению, не всегда понимая перспективы развития родного региона, уезжают на запад, никто нигде не пропадает, а они эффективные все. Потому что у того, что нас немного, не то, что мало, это есть в этом плюс. Вопрос только в том, что я говорил с тезисом о том, что огромная территория с огромными богатствами, с огромным потенциалом, с огромнейшими возможностями, потому что, ну там, я не буду банальные вещи проговаривать, все об них знают, что развитие это в азиатский регион, создание таких условий, когда к нам захотят приезжать, к нам захотят приезжать и жить здесь. Для этого местным жителям надо немножко лучше и эффективнее поработать здесь дома. И у нас глубина педали газа будет сильнее, я объясню в чем. То есть, например, объединенный регион, хорошо, объединенный регион, мы получаем точку сцепки с Китаем железнодорожную и точку сцепки автомобильную на Большом Уссурийском. Например, мы усиливаем вузы, и мы перед федеральным центром сможем обосновывать, мы говорим, мы новый субъект, дайте нам развиваться в квадрат или в куб сильнее, чем это было раньше. Время наше истекло, поставим здесь многоточие, видимо, еще продолжим. Но правда у нас одна. Две. Это была программа «Две правды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова